здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала предлагаю вашему вниманию ролик который я назвал львов русский город значит листая журнал огонек за воскресенье 31 августа 1914 года обнаружил вот такую вот заметку австрийский ленберг снова древний русский львов вот значит фотографии этого города заметка посвящается вот этому генералу который освободил львов это значит первая мировая война только началась а и наши поперли освобождать города значит вот смотря вот это по вот по газетам как происходило первая мировая слаже слаживается впечатление что мы побеждали ну как потом так получилось что мы проиграли так читаю генерал от инфантерии николай владимирович русский взявший львов и награжденный двумя георгиями четвертой и третьей степени главный город галлицей генерал лейтенант алексей алексей алексеевич брусилов взявший галич галич и награжденный георгием четвертой степени 21 августа верховный главкомандующий донес государю императу что в этот день в 11 часов утра армия генерала русского взяла город львов а армия генерала брусилова город галич таким образом древние русские города снова вернулись под подсень российской державы львов основан в 1250 году князем даниилом галецким решившим простроить здесь город для своего сына льва в честь которого город получил название и перенести сюда столицу из неудобного по своему местоположению галича с 1335 львов находился в польских руках а в 1772 году занят был одновременно со всей галлицией австрийцами помимо огромного морального и политического значения взятого львова как древнерусского города и административного центра галиции занятие его имело особенно большое имеет особенно большое что тут значение видать не дописали вот значит вот так фотографии выглядит львов старинный красивый значит что тут вот пишут под этими фотографиями львов львов принадлежит к числу красивейших городов в славянских землях и по внешнему виду напоминает Киев в нем несколько старинных соборов в том числе знаменитый униадский при котором была типография русского первопечатника Ивана Федорова с занятием галлицем Галиции православное русское население дождалось наконец своего освобождения от австрийского плена недаром галлицко-русские крестьяне изображенные на нашем снимке так горячо молятся у креста на границе обращаясь к русской земле о присоединении их к России генерал русский взявший львов родился в 1854 окончил Николаевскую академию генерального штаба в русско-японскую войну был начальником полевого штаба второй манжурской армии генерал брусилова занявший галлиц родился в 1853 первоначальное образование получил в парижском корпусе в компании 1878 участвовал в чине штабс капитана в 1909 был назначен командиром 14 армейского корпуса вот значит так вот пишут газеты львов русский город конечно некоторые начнут со мной спорить но из песни слов не выкинешь пожалуйста читайте давайте чтобы ролик получился не слишком коротенький посмотрим еще о войне интересные факты которые я обнаружил в огоньке значит вот так предыдущий номер воскресенье 24 августа 1914 года значит сейчас вам покажу интересные факты где-то видел по-моему у Кунгурова он обратил внимание по подписании акта капитуляции где написано германское правительство приказывает всем немецким войскам и как бы он обратил это внимание что германское правительство а немецким войскам я тоже такой факт нашел может это так было принято в то время не знаю предполагать ничего не буду просто покажу значит сейчас вот герои и первые жертвы отечественной войны вот значит казак крюков в пятером значит они или в четвером или в пятером порубили 22 всадников немецких получил Георгия так вот значит пленные интересно вот эту карту покажу северная или немецкая моря видите как называлась это какое оно там белое что ли значит на что хотел вам обратили чтобы вы внимание россия карта вот значит на этой карте польша в составе россии вот граница идет прага в составе россии варшава вот значит обратите внимание вот варшава вот идет граница русской империи россия написана значит сейчас покажу вам интересный факт первые военнопленные немцы в петрограде читаю 16 августа доставлены в петербург первые направлены сюда немецкие пленные командир два офицера 57 матросов с уничтоженного нами германского крейсера обратите внимание немецкие пленные с уничтоженного германского крейсера читаем дальше первые военнопленные немцы в москве значит фотография значит вот так фотография читаем 16 августа привезены в москву 125 пленных немецких солдат среди них 25 раненых тот же день доставлено 83 австрийских пленных среди германских пленных много поляков непонятно если Польша в составе России и как там оказались поляки но они всегда были проститутками ну ладно дело не в этом давайте будем смотреть дальше вот такие фотографии вот такие корабли проданные Германией Турции вот такие корабли торжественное молебствие благовещенки благовещенский народ на войну собирается молебствие в Сычевке Смоленской губернии о даровании победы вот читаем первые немецкие пленные в России эти четыре немецких кавалериста доставлены в Россию в числе первых пленных они принадлежали к пятому драгунскому германскому полку то есть на самом деле обратите внимание может быть так было принято писать немецкие солдаты германские полки а может быть это из две разных армии просто интересный факт так и взяты из разъезда 22 человека нижних чинов при двух офицерах из которых один бежал другой убит из нижних чинов кроме этих четырех взятых в плен человек пять разбежалось остальные уничтожены евреи евреи беглецы из германии в петербург вот бедные евреи значит читаем 2 августа в петербург из торнео пришел поезд привезший огромную партию поляков рабочих то есть понимаете половина поляков воевали половина поляков бежали все как обычно даже так же само как во вторую мировую войну половина польши убежала в россию потом попросили в турцию уплыли на пароходе сталин их отправил так около 1300 человек и евреев в числе 200 человек мужчин женщин детей лечившихся в германии приехали все они бесплатно в товарных вагонах приехавшие евреи почти поголовно больные отправившиеся из пограничных из германии губерний лечиться в кенигсберг кранц цоплот и другие лечебные места то есть вот бедные евреи по санаториям ездили отдыхали а тут война неждама не гадана многие не успели поправиться после операций женщины в особенности внушали жалость евреи рассказывают что их вместе с двумя тысячами других больных русских подданных заперли в темные сырые помещения крепости в десяти верстах от кенигсберга никому не дали ни есть ни пить все крепости в крепости был ад только на четвертый день их освободили от заключения да и то из боязни эпидемии и отправили кружным путем в Данию встреченные на вокзале представителями еврейского общества измученные путешественники были отправлены в помещение приготовлено для них в здании при главной синагоге комитетом для оказания помощи прибывающим из Германии евреям размещенные здесь до отправки на родину несчастные согретые участием и заботами о них впервые наконец вздохнули после перенесенных мытарств и бедствий на нашем рисунке изображен отдых евреев и их детей в комнате отделенных для женщин так значит дальше вот так помогали день помощи семьям воинов в Петербурге так ну вот значит на этом ролик заканчиваю спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал изучайте историю до свидания до свидания до свидания